Чтобы побывать на море, вовсе не обязательно ехать в Сочи или во Владивосток. Достаточно проехать по Каширскому шоссе на поворот в сторону Малого Видного. Чем вам не море? Чем вам не корабли? Причина какая? Здесь низина. Со всех сторон стекает вода, тает снег. Это море здесь уже два года или три года. Но оно же мелеет периодически. Оно мелеет только тогда, когда откачивают, коммунальщики приезжают и откачивают. Но почему же происходит подтопление? На этот вопрос ответил начальник территориального отдела Картинский Андрей Извеков. У нас есть постановление, есть места складирования, временного складирования снега. Есть места утилизации. ЗАО «Софос» у нас такая самостоятельная организация, которая просто себя на поля возит снег с этой территории. И вот результат, то что все с полей, стекло, к метро. Мы обратились в Минсельхоз. Я обратился с письмом, что нельзя так использовать сельхоз землю. Мы обратились в Госадный технодзор. Мы в балансодержателю, я отправил письмо в Росавтудор. Потому что это региональная дорога, рядом федеральная дорога неизвестна. Зато если бы не наша аварийная служба, там дворсера стояла, откачивала помпу, может быть, мы и Кашиска шоссе бы затопили. Но огромная лужа на дороге – это еще полбеды. Жители Малого Видного не могут проехать в деревню. Не каждый знает пути объезда. Я вот там живу. А вы здесь живете, то есть как бы утром откуда выезжали? Я отсюда же и выезжал. А сейчас закрыли. Я понимаю, как-то можно закрыть проезд к дому. Место, на котором я сейчас стою, в общем-то довольно-таки опасное. В любой момент асфальт здесь может провалиться. Виною тому воды, которые текут внизу. И вот видна уже вот эта вот трещина. Именно поэтому дорогу здесь перекрыли, а жители Малого Видного остались отрезанными от мира. Местный житель Максим подсказывает, как проехать из деревни на Каширку. Объездная дорога не самая лучшая, но другого выхода нет. Автомобилистам приходится разворачиваться. На момент нашего приезда сотрудники Дорсервиса откачивали воду уже вторые сутки при помощи насосов и мотопомп. Заместитель генерального директора МБУ Дорсервис Александр Зубков по телефону прокомментировал ситуацию с закрытием проезда к деревне Малое Видное. Под землей идет ливневая канализация метра. Я понимаю, у них работал насос, и там было частично, она просто не справлялась так же с потоком. Насос качает, а ей уходить некуда, поэтому где-то у них произошла там утечка, и вода пошла из-под земли с их трубой. Было принято решение о закрытии проезда, так как была опасность провала асфальта. В течение недели должен решиться вопрос или об открытии данной дороги, или о ее вскрытии для дальнейшего ремонта. Пока же автомобилистам советуют пользоваться другой дорогой. Но руководству совхоза имени Ленина стоит все-таки соблюдать местные законы, а не жить по принципу «нам так удобнее». Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.